Виктория инфузория Да, актуальна тема для женщин, всю жизнь это актуальна тема, роль не играть, какого вы возраста, калории, терять вес, держать свой вес, иметь красивую фигуру, это смысл нашей женской жизни. Печально, да, что мы родились, и это всё, о чем мы можем думать. Терять калории, как держать свою фигуру, как держать свой вес. И я вам скажу, я для себя нашла способ. Считайте свои калории. Ничего легче? Нет. Считайте ваши калории. Ведь факт в том, мы все об этом знаем, мы все об этом говорим уже веками, мы это все знаем, чтобы похудеть, мы урезаем наши ротил калории. Это всегда так было, это всегда так будет, все это знают. Это не секрет. Это чистая математика. Точка. 1200 калорий. Это норм для человека, как меня, у которого активность очень низкая. Я не хожу в спортзал по 4-5 раза в неделю, да, там я там не пахаю, я там не качаюсь, чтобы там, у меня там не уходит на одну тренировку, я не знаю, там тысячу калорий, 500 калорий. Есть человек, который сидит дома, я работаю из дома, я... Мой хобби — это играть с компьютерные игры, играть с игры на телефоне. То есть я очень неактивная, особенно сейчас, когда у нас 40 градусов жары, даже из дома толком не видишь. У меня активность нулевая, поэтому моему телу не требуется много энергии. Моему телу достаточно 1200, чтобы работать, не голодать. Если вы очень активны, то, конечно, 1200 калорий вам не подойдёт, вам надо будет больше, потому что ваше тело больше требует энергии, потому что вы очень активны, поэтому и больше калорий вы можете есть, потому что вы больше сжигаете. Мы сейчас поговорим про мой случай, да, человек, который достаточно неактивный. 1200 калорий. Наверное, вам это ничего не говорит. Мне тоже не говорило. Я поначалу начала худеть. Я думала, я начну худеть, если я просто буду есть меньше, и я буду худеть. Я ела меньше, я ела говно, я была вечно голодная, но вес у меня не падал. Я не понимала, как, ведь я ем мало, я вечно голодная, мне вечно живот болит, я вечно недовольна, я вечно думаю о еде. Почему я не худею? Потому что я, может быть, и ела меньше, но я ела такое говно. Я не понимала, сколько калорий во всём находится, что я ем. Я думаю, это проблема большинства людей. Мы не понимаем, сколько калорий в персиках, да, вот сейчас у нас персики дешёвые, я персики обжираю. Сколько калорий имеет один персик? Сколько калорий имеет морковь? Сколько калорий имеет тот салат, который я съела? Сколько калорий в супе? Сколько калорий в батоне с маслом, с колбасой? Сколько калорий в макаронах с сосом? мы это не знаем и и мы едим мы думаем и будем кушать смола но мы будем худеть не так так не работает что я могу вам посоветовать что я сделала я скачала предложение my фитнес по это дневник где вы каждый день записывайте ваши калории калории самое прикольное в этом приложении что вы просто тупо сфоткайте штрих-код и вам продукт выходит вам не надо писать вам не надо в листе выискивать вы просто сканируете этот штрих-код и вам продукт выходит все продукты выходили единственный продукт который не вышел это был литовский творог а так все выходит все русские немецкие английские все продукты все выходит чувак стоит окна надеюсь меня не видно я это предложение скачала это приложение вас спрашивает рост вес пол год как у вас активность я это все заполнила у меня вышло 1200 калорий да я в этот дневник начала все записывать все что я ем все и кофе который я пью и вот все эти сгучонки что мы там в кофе кремеры добавляем я все начала записывать я все начала записывать я начал записывать соки которые я пью где вам кажется так это всего лишь сок понимаете в одной такой баночке не знаю сладкого чая как американцы называют sweet ты находится 130 180 калорий в одной такой вот маленькой баночки тупой водичкой и вы это не подозревайте вы об этом думаете и когда я начал записывать все эти калории я начала понимать в каких продуктах какие калории я начала понимать что я могу есть что держит меня долго сытым что мне вкусно но в то же самое время имеет как можно меньше калорий и я начала понимать что я могу есть я начала понимать почему я не худею потому что я все неправильно делала поначалу будет трудно, потому что вы привыкли жрать, когда вам хочется, да, у вас живот растянулся, ваш живот очень часто голодный, он хочет энергии, он хочет калории, он будет у вас немножко болеть, вы будете думать, что 1200 калорий вы не протянете, потому что вы же будете голодать. Ваш мозг, ваш живот, ваши органы все к этому привыкнут, они привыкнут. Поначалу будет трудно, если вы будете думать, что вы будете жрать пиццу и батончики, и вы будете придерживаться 1200 калорий, так вы реально с голода сдохнете, потому что вы не сможете. 1200 калорий это реально, если вы питаетесь нормально. Супчики, салатики, вы можете кушать мясо с овощами, мясо с картошкой, мясо, я не знаю, с чем там вы любите. Это все можете кушать, но вы не можете ожидать, что вы будете кушать фастфуд, или вы будете кушать всякие разные батончики с маслом и чем там угодно, да, чипсы, сладости, что мы там все такое неполезно едим, что вам будет нормально. Нет, вы не продержите. Я не хочу сказать, что я на диете, потому что я не на диете, я тебе не... Я себе все позволяю, но в мерах, и смотрю, чтобы оно оставалось в моих 1200 калорий. Например, недавно я съела целую пиццу. Моя целая пицца имела где-то 980 калорий. Я эту пиццу разделила как бы на практически весь день. В то же самое время я садила на тренировку, я позанималась. Я на тренировке, кажется, жгла 300-400 калорий. Я это записала в дневник. Те калории, которые я на фитнесе потеряла, они у меня добавились в мой калорийный рацион. То есть вышло, что у меня... то, что у меня оставалось 200 калорий или там 300, эти 300 калорий добавились, и у меня еще осталось на весь день 600 калорий. Это достаточно нормально. Я съела пиццу вкусненькую, жирненькую, я позанималась, я еще вечером могла поесть нормально, но я все же оставалась в своих калориях. Математика! Математика! Вам не надо голодать, вам не надо отказываться от конфет. Вы просто должны считаться калорий и оставаться в своих рамках. Все. Это все. Это так просто. Я не голодаю. Я просто поняла, что я могу есть, что я не могу есть. И если я хочу что-то жирненькое, что-то неполезное, я это ем. Просто я знаю, что мне придется пойти на тренировку и это все отрабатывать. Все. И я начала худеть. Магическим способом я начала худеть. Медленно, но я худею. Тарам-тарам-там! Все! Это весь секрет, это вся магия. Напишите мне в комментариях снизу, что вы про это думаете. Какая у вас диета, не диета, вязать диета. Вы против диеты? Как вы теряете вес? Как вы держите свой вес? Может быть, тоже кто-то сидит на таком вот режиме. Я не знаю, как это назвать. Давайте пообсуждаем тему диету, у кого какие трюки, кто что делает, кто как теряет, у кого какое мнение. И увидимся в следующем видео. Пока!